Тополиный пух По сути, пух – это семена тополя. Они рассеиваются с помощью ветра и превращаются в новые деревья в удобных местах обитания. Так задумано природой. Кстати, пух дает деревья именно женского пола, мужского, только безобидную пульцу. Белый снег беспокоит каждого четвертого красноярца из-за аллергии. Для тех, кому тополиный пух мешает жить, выходом могут стать вот такие маски, обыкновенные медицинские. Они бывают с клапанами, с различными прокладками, можно подобрать для себя удобные. Надеваете и, собственно говоря, горя не знаете. Кстати, можно подобрать разноцветные на каждый день, сделать, так сказать, элементом имиджа. В аптеках такие есть. Без маски пух действительно вместе со вздохом попадает в дыхательные пути, и у многих вызывают аллергию или неприятные ощущения. Но беды вовсе не от тополя. Сам пух не аллергичен. Он просто впитывает в себя пыльцу других растений, пыль и грязь. Именно эти частички оседают на слизистой, вызывая обострение болезни. Сейчас высоту тополей прекратили, заменяют на другие породы. Но чтобы полностью избавиться от этой проблемы, понадобится не один десяток лет. А пока надо учиться жить в период летнего снега. Но многие специалисты считают, этот способ борьбы с пухом неоправданным. А для нашего города, который географически расположен в котловине, порой даже опасным. Я считаю это неправильно. Он не только быстро растет, очень много забирает грязи из воздуха. Поэтому у нас выбор. Либо смириться в июне с тополинным пухом, либо все лето дышать пылью, грязью, микроорганизмами и химией, которая гораздо более вредная. Ни один сорт деревьев не сравнится с тополем. Береза тоже хороший абсорбент, но растет в несколько раз медленнее. В новых строящихся микрорайонах даже рекомендуют сначала садить тополя, а потом уже строить жилые дома, чтобы очистить воздух к приезду новых жильцов. Так что тополь наш друг. А для тех, кому мешают его семена, ни пуха, ни пера. Держитесь. Субтитры создавал DimaTorzok